Это был доклад месяц назад, я на холоде рассказывал. Попросили сегодня еще разок, кому интересно, кто не был. В общем, давайте. Немножко экспрома получается. В общем-то, о чем был доклад? Доклад о… и в 3-х частей стоит. Первая часть такая капитанская, общие вещи по масштабированию, работа с базами, кэшем, прочее, ну, такое вводное. Вторая часть о том, что было именно у нас. К чему мы пришли? К велосипедам, там, движкам и прочему. И третья часть — это как мы с этим живем сейчас, вот в наше время, решаем какие-то возникающие проблемы, связанные с полученным решением архитекторным. В общем-то, ну, то, что было 10 лет, это как бы было, неважно. С чего все начиналось, например, был типичный лэмп. Это вот где-то лет 9 назад, наверное, к этому пришло. То есть фронты инжинксовские получают запросы, терминируют РХТТПС, отсылают на патчи, там, от ПХП. Ну, в общем, совершенно обычная вещь. Это неинтересно даже говорить. Если не хватает инжинксов, мы просто добавляем еще. Инжинкс не имеет, ну, в нашей архитектуре никаких вещей, требующих, чтобы повторный запрос клиента пришел в ту же машину. Ни каких-то локальных кэшей, там ничего, опихэшей нету. То же самое с ПХП, а почем? Там нет никаких локальных сессий, никаких данных, требующихся, чтобы код лежал там же, а запрос пришел в ту же машину. Пять. Не хватает, ставим еще неинтересную вещь. В плане мускуля и МКШ, где, собственно, хранятся какие-то централизованные данные, требуется уже какое-то масштабирование. Первый вариант, собственно, это вертикальное масштабирование, простое, ставим более мощную железку. У нас такое есть кое-где до сих пор. То есть некие решения, когда проще поставить еще чуть более мощную, типичную железку, чем переписывать какой-то старый код. Поставили, работай там. Ну, условно говоря, было 32 гигабайта памяти, захотел я 64. Ну, ладно, это как бы терпимая железка. Вот, новая железка, все работает. Конечно, более сложный вариант это масштабирование горизонтально, когда мне не хватает одной железки. Это, собственно, весь проект именно развивается именно таким образом, дроблением каких-то данных по шардам. Собственно, что делает, было сделано для этого, было переписано. В древнем-древнем году мы просто переписали все на код, который не используют. Ну, тогда еще был мускуль, никаких там джоинов, внешних ключей и прочих связей. То есть код, клиентский код требовал таким, чтобы он шел к конкретному шарду, где бы он ни находился, без взаимосвязей, без юнионов, без всего подобного. При этом, если не хватает мощности таблички, ну, мы ее просто делим по... Разные таблички на разные машины, ну, опять, неинтересно, да? И шардирование, это уже, когда оно не хватает мощности одного сервера под хранение одной таблички. Мы табличку делим на части. По какому-либо ключу шардирования. И здесь полезно сразу разбивать там не на N кусков, скажем, мы хотим, там, 8 серверов, да, под какую-то табличку. А мы сразу делим, скажем, на 8 тысяч шардов виртуальных. Но при этом каждая тысяча хранится на одной машине физически. Но в коде уже и в коде Proxy, если она есть, сразу есть указание, что эти 8 тысяч шардов находятся на этой машине. И потом при дальнейшем росте, скажем, там, до 16 шардов, там, 32, там, и так далее, мы можем переносить данные более томарными, маленькими порциями, как с виртуальными шардами. Это позволяет плавно, без какого-то роста нагрузки, масштабироваться, дробить движки. Не сразу кусок там и полмашины уезжает, по другим машинам разъезжается, а вот маленький-маленький фрагментик уезжает отдельно. Он переносится, начинает работать в житам на чтение запись, в старом можно выбирать. Все, работаем. Если базы не хватает, вводится кэширование. Ну, так было бы такой капитанский, простой, низкий уровень сложности был. Первый вариант, который часто используется, это предварительное создание кэша. Используется, например, в профиле или какой-то там публикации видео на стене. Человек опубликовал какое-то новое видео, оно разъезжается по фидам друзей его, подписчиков. Если мы просто создадим запись в базе какой-то, а потом все подписчики придут в базу, база ее нет, в кэш, в кэше записи нет, они все пойдут в базу более-менее одновременно, и базе будет плохо. Поэтому при создании записи в движке мы сразу же сохраняем ее в кэш, и только после этого рассылаем события, ну, условно говоря, рассылаем события по фидам. Код, собирающий ленту, приходит в кэш, кэш уже есть, все, мы в базу не идем, база не используется. Ну, если, конечно, она не протухает, там, не перезапускается, то есть кэш остается актуальным. Другой вариант — это кэш просроченный, когда мы можем позволить себе для уменьшения нагрузки или вообще снятия нагрузки с базы отдавать данные из кэша, пусть даже они не самые актуальные. Ну, простой пример — это смена аватарки. Человек поменял аватарку, нам не важно, увидят ли его друзья эту смену в секунду, или там через минуту, скажем. Мы можем отдельно, фондовым каким-то процессом запустить обновление кэша, кэш обновит данные из базы и поменяет кэш, все. Пользователь видит сейчас старую аватарку, сколько-то секунд, ну и ладно. Зато мы не ходим в базу, в коде, который обработает заврос клиентов. Мы уменьшаем время задвижки ответа, насколько там более миллисекунды. Еще вариант — это рандум, великий рандум. Здесь два варианта. Первый вариант — если база не справляется, ну, движок какое-то, хранилище не справляется, то у нас два варианта. Либо мы говорим, что не получилось, либо мы попробуем пойти еще раз в него. Если мы подождем одно и то же время примерно между повторными попытками, то мы базу положим. То есть, что там, N запросов, они все одновременно более-менее не смогли, они пошли еще раз, они снова не смогли, они пришли снова таким же валом повторно. Поэтому мы размазываем задержку на какой-то интервал, там, сколько-то там миллисекунд, и все запросы ходят более-менее равномерно, размазываются по времени. Это пришло на первой миллисекунде, второй пришел на третьей миллисекунде, и все. Они все там через пять миллисекунд. Другим вариантом является время кэширования. Скажем, если нам нужно сформировать блок друзей, там аватарка, имя его, в сети, не в сети, то мы получаем N6 друзей, по каждой нам нужно сходить в базу, получить его профиль. Если мы опять же сохраним все эти 6 профилей одновременно, на одно и то же время хранения TTL кэша, то они протухнут одновременно, и снова, когда нам нужно будет сформировать этот блок, то мы снова пойдем за всеми шестью. Это не очень хочется. Мы можем, опять же, сохранить профили на разное время, и в момент повторного запроса, скорее всего, часть еще будет в кэше. И мы уменьшим нагрузку на базу. Ну и третий вариант — это кэш негативный, когда базе совсем плохо или какие-то ведутся работы. Мы можем в кэше сохранить не данные, полученные из базы, а флажок, что не нужно идти в базу. Запрос приходит, в базе этот флажок висит, а мы в базу даже не идем. Мы, во-первых, снижаем нагрузку на базу, которая там плохо или что-то еще, а во-вторых, мы можем сократить время обработки ответа тем, что мы не ждем ту задержку, которая уходит на общение с базой. Какие-то там какое-то время. Мы сразу же получаем ответ из кэша — все, даже в базу. Не пытаемся ни коннекта, ни запроса. Ну, собственно, простая вещь. Если мы используем кэш, то у нас есть проблемы инвалидации. И очень, ну, кода много. И писать код, который надежно работает с кэшом, который готов к тому, что какой-то момент придет старая запись, или не придет то, что мы хотели бы, чтобы было в кэше, к этому нужно быть готовым. Но неинтересно. Что делать, если база в огне? То есть в какой-то момент проект рос быстрее, чем позволял мускуль, он использовался тогда еще. Он просто не справлялся оставить там еще, словом, тысячу серверов, просто чтобы мускулю добавить железо. Но это было глупо довольно и неинтересно. Каким путем пошли мы в тот момент? Стали делать свои решения в каком-то 2007, наверное, в году, которые выполняли маленькую-маленькую задачу. Не какие-то универсальные решения, типа там, мускуля, там, прочих движков. Нет. А, скажем, нам нужен движок выбора рекламного объявления, движок хранения списков, там, кэша. А, еще, кстати, мамкэш, да, забыл сказать. Мамкэш в то время еще падал, он был нестабилен, и нам приходилось каждый день перезапускать, по-моему, одну шестую всех мамкэшей ежедневно, иначе они и тормозили, и падали. То есть раз в неделю приходилось обновлять весь кэш, конечно, получается. Ну, по одной системе, там, в день. Ну, это было печально довольно. А мускуль просто не справился с нагрузкой, он, бывало, карабтил бинлоксу, и не поднимался, тормозил, в общем. И начали писать движки, которые занимаются какой-то маленькой-маленькой вещью, но гораздо более оптимально. То есть этот движок писался именно под задачу. Допустим, движок списков умеет работать со списками. Он не может хранить очереди, он не может хранить кэвэлью, ничего. Но вот именно списки и задачи, там, достань последний, первый, там, с мержами, там, два, там, этих, он делает очень хорошо. И потому что даже внутренняя архитектура движков до сих пор, она разная. То есть есть какой-то базовый функционал, ну, фреймворк, условно говоря, движков, но весь код над ним, он весь разный. Каждый раз пишется, по сути, новый движок с нуля. Нет, давайте возьмем этот, чуть-чуть поправим, получим новый. Нет, это заточенное решение под конкретные задачи. Сейчас это вот часть, не знаю, никому не сгораживают. Это часть названий тех движков, которые сейчас уже используются. Допустим, вот движок лист с первой колонки, это списки чисел. Есть отдельный движок letters, это очереди. M-M-Cash, это наш M-M-Cash. Есть персистентный M-M-Cash, хранящий на диске во второй колонке. То есть это тоже те же самые запросы. То есть очень, там их много-много, на самом деле, гораздо больше. То есть под каждую задачу появлялось отдельное решение. Именно под наш характер нагрузки, наши запросы. Они все работали в какой-то единой инфраструктуре, обработали сигналы, формат бинлогов, ну и прочее. Они каши из разных движков, решений, которые нужно поддерживать админами, как-то сложно. Как это работало в то время? У нас, собственно, был тогда M-M-Cash, и тогда был M-M-Cash протокол. Решили, что для общения с этими движками будем использовать тексты M-M-Cash. То есть у нас уже был как бы клиентский код, который работает по M-M-Cash протоколу. А движки будут прикидываться, как будто бы M-M-Cash. Но это чуть более сложный формат команд получался. При этом сразу все закладывалось на формат работы. Не слышно меня, да? Тяжко, да. А так? Не знаю. Не работает вообще, что он? А теперь нормально? Могу погромче немножко. А еще места есть. Это устройство, по-моему, заработало. Заработало? Ну, я могу буквально прицепить. А так лучше меня слышно? Нет. А вот так? Лучше, вот. В общем, сразу движки разрабатывались с учетом кластеров с прошлым опытом масштабирования мускуля, которое приходилось там постоянно, до сих пор приходится на движки дробить очень часто. Сразу делались кластеры. То есть не один отдельный движок, а сразу кластер. И доступ был как к единому целому. То есть код не знает, пример был. Вот как в то время использовались доступы. Мы выбираем, дай мне доступ, connect к какому-то кластеру. И делаем запрос. Мы не знаем, где находится кластер, сколько там кусков, ну, этих шардов. Если какая-то на обслуживании находятся какие-то куски там, ну, это админская работа. На уровне кода просто дай connect и работай. Все. И если, допустим, на той стороне у нас находится обычный mcash, ну, или движок, который просто mcash, замена нашего mcash, то запрос типичный, ну, обычный PHP, то есть k, value, все. А если же на той стороне у нас, допустим, движок очередей, то запрос выглядит примерно вот так. Это чуть более сложный запрос, где в качестве ключа используется уже специальный синтексис, который движок на своей стороне парсит и может как-то обработать более сложно, чем просто k, какой-то ключ. В случае сложных запросов это выглядел такой вот фарш, который генерировался специальным врапером. Это куча-куча параметров, спецсимволы, какие-то опциональные параметры. Но движок это отлично понимал, он работал, и какое-то время нам этого хватало. Ну, на какой-то пары. Вот так вот выглядели сложные запросы к движкам. С дома укладывались в формат обычного mcash протокола, который есть. Выглядело это как? Есть некий код, который работает через прокси, то есть никогда код не ходит никогда в движку напрямую. То есть на каждом движке, который, на каждом сервере, где работает код, запущена локальная прокси, и код всегда ходит в локальной проксе. Прокси настраивается админами, там оказывается таблица маршрутизации, ну, именно кластера. И только через них идет работа. Вплоть до того, что один кластер может пойти к другому кластеру, опять же, через прокси, не напрямую, чтобы они могли спокойно двигаться между дата-центрами, стойками там и дробиться. Выбор движка, собственно, в кластере как по запросу. Два варианта. Либо это хэш от полного ключа, ну, обычный вариант, либо это у нас называется технология first int. То есть прокси ищет первое число, ну, не цифру, а именно число слева направо, находит и вот его использует как следующий ключ. Ну, модуль по, статка по модулю количества шардов. Ну, стандартное решение, наверное, многие уже видели. Это твенпрокси от твиттера тоже. Это прокси для MMCHA и для Redis. Вот нечто подобное вот использовалось у нас раньше как раз. Но нам не хватало набора команд, то есть команд там get, set, delete и прочее, там, increment. Они как бы ограничены, их немножко, хотелось чуть большего. При этом была проблема с теми сложными запросами с кучей параметров, влезть с ними в 250 байт ключа. Этого не хватало. Приходилось сделать set-запрос, где качество тела запроса был ключ, а потом get-ом по специальному формату запрос сказать, вот там мне ответ на запрос, который я тебе раньше прислал. Это требовалось иметь какой-то state на движке, чтобы он мог сохранить ваш запрос предыдущим запросом ключик и по нему уже отработать на повторный запрос. Ну, отработав, возможно, фоне между запросами, но неважно. Это усложняло систему. Плюс экранирование, так как у нас хотелось какие-то там пробелы, переносы, нулевые байты и прочее передавать в запросах, а протокол не позволял, бинарного тогда еще не было. Приходилось очень изгаляться, и в общем-то это было некрасиво. Что было сделано? Было переписано на бинарный протокол, называется tl-proto. Ближайший аналог — это protobooth, то есть это не протокол, а типа это message pack, где формат на ходу можно описывать. Это именно протокол со схемой, заранее описанные в файле, который используется проксами, движками и кодом для реализации запросов, типов данных и реализации их. В нем же сразу есть всякие там вещи типа шифрования, там пинги, хардбиты и прочее. Все впихнуто в этот протокол сразу из коробки. Получили, собственно… Ой, я… сори, я упал. Давайте куда-нибудь сюда пойду. Яма в полу. В общем-то, получили что? Получили все проблемы, которые в МГШ у нас были, мы их избавились. Получили кроме TCP и UDP. Это может было не так актуально в том году, сейчас, когда нам нужно держать 30-40 тысяч соединений к движку на машине, ему не очень хорошо, когда он поднимается, и к нему сразу ловится все эти N количество машин. То есть такое количество TCP-соединений, но это не очень приятно для машины. А вот по UDP все хорошо. Она не держит с коннектов. Но получается, что у нас свой TCP поверх UDP. То есть есть некий слой логики, который реализует поддержку соединений, переотправку, проверку всех этих на уровне… Шифрование, то есть весь трафик за пределами одной машины, то есть выходящий даже на соседнюю машину той же стойки, он шифруется. То есть надежное шифрование, стойкое. Ну и мультиплексирование, сохранение — это лично мой самый любимый пункт. То есть код теперь, как работает обычный PHP, с кодом работы с мускулем, или любым внешним движком. Мы отсылаем запрос и ждем ответа. Мы блокируем там worker, процесс, там нить. В этом случае мы можем отправить запрос в локальный прокси, сразу получить некий там query ID, некое число, и все, и работает дальше. Асинхронично получается. А тогда, когда нам нужно уже получить ответ, то есть мы там работаем дальше страничку, другие запросы отсылаем также в прокси, а когда нам нужен ответ на тот самый запрос, мы идем в прокси, дай мне ответ на тот запрос. Скорее всего прокси уже сходила в движок, движок все обработал, прислал данные, они уже хранятся на нашей же машине в локальной памяти. Все, мы просто копируем ее и все, пользуемся. Это позволяет отправить там сотни запросов одним батчем и забирать их по отдельности. Есть опрос, а пришел или не пришел, ну типа event pool или что-то подобное, но на уровне PHP. Это позволяет, ну в общем, очень неплохо параллелить формирование тяжелых страниц, которые можно сходить в кучу мест, получить данные, снова куда-то сходить, в общем, это параллелится. Если теперь в итоге мускули у нас вот после всех этих изменений, куча движков, решений, есть, но их мало. Но получаются вещи, которые, вот это реальное название таблички, типа честное слово, последнее. То есть это создается для таблиц, которые, во-первых, они не на трафике, то есть они не имеют какой-то нагрузки, это какие-то внутренние решения, я там, какие-то там, просто лень переписать. Мы собираемся как избавиться, но вот кое-где остается, ну вот, потому что не грузят, не мешают, не падают, но как бы, ну, будет время, переделаем. Но все запросы, которые именно от пользователей, от API, от приложений, то есть имеют нагрузку, нигде не используются в мускуля. Так, в общем-то, про BD было немножко. Вот, теперь про PHP, как с этим жить. PHP, в общем-то, медленный, тут, не знаю, тяжело спорить, даже седьмая версия, она слишком медленная для наших нагрузок. Просто несопоставима. При этом, собственно, писать на нем код довольно тяжело, он динамический, там все эти привидения, ну, в общем, все грустно, и он популярный при этом. И объем кода, который был написан за 10 лет, просто такой, что переписывать его на что-то другое, ну, без вариантов, ну, совершенно невозможно. Поэтому используем, да, вот, можно ли обработать на, то есть вот это какие-то цифры, сопоставимые с реальностью, можно, ну, в общем-то, никак, если там нет какое-то огромное количество парка серверов, ну, вообще никак. При этом, что у нас было сделано сколько-то лет назад, был написан транслятор, ну, аналог, это, наверное, всякий хип-хоп, который фейсбуковский, да, это другой вариант. Так он является GVM-ом, G-том, у нас именно транслятор. То есть берется один некое приложение, которое берет весь-весь наш хп-шный код, транслирует его в чистый C-код без каких-либо там этих виртуальных машин, там, нет. Он при этом старается выводить типы, вот, то есть, скажем, если используется в хп-шном коде какие-то там числа там или, то это будет, скорее всего, там, C-шный int. Если транслятор видит, что это массив строк, то это будет std-string. То есть это позволяет компилятору очень качественно оптимизировать тот код, который он получает. Но понятно, что если мы используем массив, там, намешанный тип, там, какие-то внешние перемены приходят, он вывести не может, может, там, получается, тип похожий на хп-шный вал, ну, или завал, то есть некий. Что-то там, смотри, внутри, что это. При этом мы получаем проверки при компиляции, то есть если перемены используются так, а потом она передается функции, где там в качестве комментариев указано, что это такой тип, то он ругнется. Тебе кажется, что, скорее всего, иди-ка ты посмотри, возможно, у тебя ошибка. Это в момент переезда с хп на этот транслятор очень много ошибок у нас вскрылось в коде, которые жили до этого. А вот трансляция показывает. Вот это, по сути, тратический анализ получается из коробки как дополнительный плюс к трансляции. Полученный код собирается в обычный бинарник, в него встраивается сервер на ювенкулях от этапэшной, и просто инжинкс на фронтах ходит просто в бинарник. Никаких там апачей и прочих машин нету, просто напрямую, это отдельный процесс на сервере. Он однопоточен, то есть если нам нужно несколько машин, то там он форкается, ну и запускается, наверное, количество ядер. Ну, типа Node.js, наверное, кластер, похожее решение. Примеры. А теперь, как с этим жить. Некий пункт 0, это не совсем пример жизни, но вот как хранить конфигурацию? Есть какие решения? Самый тупой вариант — это хранить прямо в коде, в файле, где там какой-то конфиг, там не конфиг, и кто-то его перечитывает. Это требует, что при обновлении конфига нужно этот файлик везде раскидывать. Ну, как бы это не очень хорошо, особенно для компилируемых языков, это как бы надо пересобирать, собственно, бинарник. Другой вариант — это внешний файлик, который хранится на диске на машине, она может сходить его прочитать при запуске, там, или перечитывать по сигналу. Типа инжинкс, вот как он перечитывает конфиг по сигналу, да? В нашем случае… Ой, ну вот, ладно, ладно. Это специальный движок, ну, как будто бы это MMCash для нас, работающий локально, при этом он разделяется на мастер-слейв. То есть мастера — это движки, которые пишутся, то есть обновление конфигурации, а слейвы работают на каждом сервере. И они, по сути, в режиме репликации с мастера забирают все изменения мастера. Хотим обновить конфиг, он пишется в мастер, узлы, они там за доли секунды, за секунду разлетаются по всем-всем серверам. И для всех процессов и всего кода доступны именно локальные версии кода. Там есть встроенная защита от устаревания, есть написано, то есть он, в сути, пишется мастером в текущее время, если на реплике она отстает, то этот сервер не используется, приходит там админная ошибка, что-то сломалось. То есть мы не хотим использовать код, на котором, скорее всего, старая версия конфига. Мало ли что там поменялось важное. Лучше, пускай он не работает, ругнется, чем работает с непонятным конфигом. Поэтому получается, что масштабируем здесь практически бесконечно, ибо доступ локальный. Сколько машин, столько конфигов. Не нужно ходить в какой-то центральный кластер, который нужно масштабировать, его надежность не нужна. Даже если умрет мастер, допустим, у нас есть запасные мастера, плюс конфиг продолжает работать. Мастер времени обновляет, локально не меняется, конфиг актуальный, и все работает дальше, как и было. Первый вариант, первая проблема. Что может сломаться в таком запросе? Вот у нас есть некий кластер, мы получили к нему connect.mc, отправляем к нему консистентный ключ key, то есть это не переменная, а именно ключ key. И, допустим, мы это выкатили для подсчета, не знаю, хитов на главной странице, к примеру. Что может случиться? Кто как думает? Что? Key стать true key. Не-не, код не меняется. Что плохое может случиться, кто думает? Не установится. Что? Не установится. Может случиться nice condition, который подрет там один key, несколько рублей. Да фиг с ним, а хуже. Что может сайт стать не так? Проблема. Так, уже ближе. В общем, ляжет весь сайт. Ну, сейчас уже сделать нельзя, но какие-то моменты возникали очень неприятные, с этим связанные. Смотрите. У нас ключик ассистентный, то есть как бы мы не хэшировали, хэшировали бы мы по хэшу полного ключа, либо там first int, где будет ноль, мы всегда попадем с каждым запросом в один и тот же шарт. Мы задолбим один этот сервер с одним этим процессом, и он будет либо упадет, либо он будет сам тормозить. Если начнет тормозить, то будет тормозить прокси перед ним, накапливать очередь, перезапрашивать кусок, пойдут на соседние для поддержки надежности, начнут тормозить прокси, а тормозят прокси, лег сайт, потому что прокси вообще все. Получается, мы одним ключом задолбали весь сайт. Сейчас сделать тяжело, но вот были прецеденты раньше. Что с этим можно делать? Во-первых, такой код мне писать, но как бы если очень хочется, то можно, во-первых, размазать, то есть если мы хотим какой-то счетчик ввести, скажем, посещение, писать не в один ключик инкремент ключа, а делать, скажем, на тысячу ключей, писать, инкрементить рандомно из них. А когда нужно число, мы просто делаем мульти-гет и суммируем на стороне кода. Мы размазали по тысяче ключей, скорее всего, это будет, ну, тысяча шардов, тысяча машин, как бы вот уже хорошо. Если же нам нужно еще больше писать, скажем, реально вот задача каждый хит в ВК дописать, то здесь уже требуется писать даже не только по N ключей, но еще и с некой вероятностью, скажем, писать с вероятностью 1 десятитысячная. Только хит из 10 тысяч будет реально писаться на один из шардированных кусочков. А потом при получении числа мы просто делаем мульти-гет ключей и домножаем на коэффициент вероятности. И получаем число очень близкое к тому, что у нас было бы. Это вот код выглядит примерно вот так. Второй вариант. Ну, тут сайт начал тормозить. Мы понимаем, что, скажем, выросла нагрузка на некий кластер кэша. То есть у нас есть мониторинг этих констеров и нагрузка процессора, там, падений, тормозов и прочего. Время ответа. Вот. Выросла нагрузка. Если у нас есть некий огромный-огромный кластер кэша, где в него пишут все разные разделы сайта, разный код, продакшн, тестовый, все в один, и он пошел тормозить, непонятно, кто вообще виноват. Можно там по времени выкатки, там, по тестам понять, но в целом невозможно. Начать собирать slow-log, некий аналог, это еще доп-нагрузка огромная, и просто он ляжет даже без нагрузки просто от собирания этого влога. В таком варианте непонятно, что делать. То есть нет возможности понять, что случилось. Что делается? Все кластера делятся по задачам. Если кому-то нужен кластер, счетчик, не знаю, просмотров роликов, там, друзей, друзей, друзей по котикам, вот тебе отдельный кластер для задачи. Если ты напишешь такой код, который этот кластер упадет, он ляжет, начнет тормозить, сразу будет понятно, упал кластер этого товарища, там, или этой задачи, все. И сразу понятно, какие там коммиты были с этим связаны, там, какой команде нужно его чинить, и более того, не упало все остальное. Другие кластеры работают. Прокси в худшем случае, теперь после там предыдущих вот этих слайдов, она, грубо говоря, начинает троттлить коннекты к этому кластеру, то есть как-то не умирает сама при этом, просто ложится маленький функционал этой задачи. Третий вариант, допустим, это 500 ошибки от KPHP, то есть Nginx, которые обрабатывают ответы апстримов с KPHP, чтобы я понимаю, что начали приходить там не 200-е коды, это или 300-е, а 500-е. Если у нас отдельный кластер, опять же, под все, то непонятно, какой функционал выкатил, кто что-нибудь детестировал, и, опять же, нужно дробить. Все наши группы KPHP серверов, которые обрабатывают код, они разделяются на группы отдельно, там, API, стена и прочее. И все то же самое. Начинается проблема одного кластера, они затрагивают другие кластеры. Ну, допустим, была ситуация, когда ломалась личка, полностью кластер лички, при этом человек, который смотрит там ролики или слушает музыку, он даже не в курсе об этом. А до тех пор, пока он не захочет отправить прикольную картинку другу. Если успели починить, пока он смотрел ролик, то он даже не узнает, что-то происходило на сайте. А, ну да, еще важный момент, что есть два варианта проблем апстримов. Есть какой-то разовый, именно эта машина не смогла, что-то случилось, прокси локальные упали, там еще какие-то проблемы. А есть массовый сбой, поэтому Nginx, работающий перед КПХП, они делают несколько попыток обработать запрос. Ну, если это позволяет сам запрос, конечно. То есть, если получает 500, он пробует еще раз на другую. Количество попыток лимитировано, плюс это требует писать код так, чтобы он был готов к тому, что если он упадет, этот запрос может снова выполниться. То есть нужно какую-то адскую вещь вставлять в самом начале, там обновлять какой-то движок, надо до последнего момента дотянуть и потом уже разом все сохранить. Чтобы у нас не было неконсистентности. Двух попыток. Но это позволяет именно разовые сбои обработать корректно. Пользователь все равно получает корректный ответ, независимо от того, что какой-то был сбой. Но там получится на несколько миллисекунд позже ответ. Ну, ладно. Зато корректный ответ получается. Ну, выводы какие, в общем-то. Из-за того, что сайт рос очень быстро, а тогда еще каких-то решений стандартных не было, а какие были они падали, приходилось использовать какие-то нестандартные решения, и сейчас, возможно, не всем они подходят. Попать что-то свое, писать свое, отвратить целая команда разработчиков, сидит, только эти движки пишет отдельно и больше ничем не занимается. И это, в общем-то, требование размазывания. То есть все, что у нас используется, хоть какую-то нагрузку, оно размазывается. С вероятностями, с шардированием, с разными там центрами, кластерами. Ну, в общем, что мне рассказывать-то, наверное. То же самое у всех. Ну, как-то вот так вот. Я прибежался быстренько. Вопросы есть? Я просто многие вещи выкидывал, мне кажется, это был все-таки вводный доклад для хэллоу, такой, ну, начального уровня. Вопросы есть? Да, давайте, конечно. А там первый, кажется, там публика на декабрь. Ну, был, да. Хранилище конфигурации, а когда появился такой? В таком виде? Я не понял, там репликация синхронная или как? Синхронная репликация. Там подпишется binlog, и вот append этого binlog отсылается по машинам. Ну, реплики подключаются к мастеру и выкачивает. Нет, ну, то есть я так понимаю, обычно как для таких вещей, там, например, тот же звук гипер используется, потому что у него, по-моему, синхронная репликация. То есть ты понимаешь, записал, а оно везде разъехалось, а тут ты записал. Нет, везде синхронная. Здесь один конфиг, здесь другой конфиг. Ну, там есть отставание, так на таком уровне идет. Понятно. То есть это может, конечно, монидовать, я имею в виду, что на уровне, но оно асинхронное. Асинхронное. А когда бы внедрили? Много лет уже прошло, не скажу. Это не какое-то свежее решение, давно уже. В прошлом, да? Нет, нет, давно уже. У меня есть... Ну, вот второй там. А вопрос про сессии поверх UDP? TCP. А? TCP поверх UDP. Ну, да. Да. Общение с мем-кашом. Это прямо из PHP реализуется? Ну, кпп, да. Но чисто PHP, как бы не работает, нет. У нас есть кое-где, конечно, пхпшный код, который там, ну, не там, кронтаб и прочее, но он работает через сишную либу, VKX у нас есть. Но так движки и прокси саммит реализует UDP-шное соединение. То есть есть движки на Go, которые тоже, ну, реализуют саммиты. То есть чисто PHP-код не реализует UDP, нет. Если об этом. Я просто представил, как там у вас есть отдельная липка, которая... Не-не-не-не. Это было слишком медленно реализовывать на PHP от сетевую библиотеку. Там столько запросов, что у меня. Хорошо. А еще вопрос про cpp-код конвертированный. Правильно я понимаю, что вы пишете все-таки исходник на PHP? Да. И в фишечку все-таки не в связи с на перед компилизацией? Есть транслятор, который, да, собирает в фишку. Ага. А эта штука, она как бы не человекочитаемая получается? В смысле, что получается промежуточный результат? Нет, вполне можно читать, но там вначале куча external, потом идет собственный комментарий номер строки, PHP-шный код, кусок C-шного кода. Комментарий, номер строки по PHP-шного кода и снова кусок C-шного. В принципе, это можно прочитать при дебаге, но если захочется очень сильно. По нему не дебажат по этому версию. У вас не было планов, например, перейти с PHP на C++ в таком плане, то есть делать какую-то версию, которая фиксирована на данный момент как версия основная... Я говорил, там столько кода, что это будет на несколько лет переписывания, поэтому... Но вы же так и делаете, по сути, вы его компилируете? Ну, это делает компьютер за секунду, а не вся команда целыми днями. Просто скорость разработки. Нет, просто надо все... Скорость разработки упадет. Можно... Все, работает. Очень быстро работает. Спасибо. Да? Как реализуются процессы оплатки? Ну, там, есть стек-трейс и прочее. Если кпхп, там есть стек-трейс кпхпшный, он собирается с этим... сишным, не могу сказать... адрес... В общем, там есть код, который транслирует сишный стек в пхпшный исходник наш. С переменными и прочими. Вот там можно прямо в интерфейсе посмотреть. Есть сборка. По-моему, p-line, это что-то есть, консольная штука, не помню, или adder-to-line, что-то типа того вот. И она, собственно, позволяет с оберткой генерить обратный стек пхпшный. По трансляции еще вопрос хотел задать. В пхп есть сборка мусора? Здесь нет сборки мусора. В пхп нет? Ну, в нашем кпхп нет сборки. Вот. А как вы эту проблему решили? Там есть буфер памяти на запрос, это примерно как есть всякие воркеры, там, fpm, или патч, который на каждый запрос выделяет куэрбин памяти или в Nginx, после завершения полностью его освобождает. Ну, не переиспользует, в смысле. Вот. То есть, в таком образе. То есть, он генерит мусор, при работе, но он просто не удаляется до завершения обработки запроса. А, то есть... Запрос вышел, он возвращается в пул. Вся память. Там нету ни дефрагментации, ничего, просто обратно все вернули и все. То есть, этот плюсовый код запускается, выполняет задачу одну, после этого... Ну, он запускает в себе, грубо говоря, воркер, который просто возвращает память в пул. Все. Я недавно сравнил, ну, как недавно, в прошлом году с PHP 7, когда он стабильным стал где-то. Там разница, ну, порядок или два порядка между 7-кой и КПХП. То есть, ну, там вообще без вариантов совсем. Что сравнилось с ХВМ, нам было интересно сравнить. Там тоже не в пользу ХВМ, поэтому... КПХП поддерживает не полный, как бы возможности КПХП там на уровне 5.2, 5.3, наверное, такой вот. Там где-то не 5.6, 5.7 вообще никакого функционала. Но при этом скорость работы просто, ну, не сопоставима. Нам приходится как бы сжать кактус, потому что скорость просто... Нет альтернатив. Мы не можем увеличить количество серверов в N-раз, просто потому что нам хочется какие-то функционалы из свежих версий ПХП. Скорее, сишники наши допилят функционал в КПХП, чем мы перейдем что-то еще. Так. Про базу вопросов. Когда много-много разных классов, как вы распределенные транзакции реализуете? А их нет. И, ну, как вы боретесь с последствиями, когда сюда записали, а сюда не смогли записать? Это на уровне кода, но есть и движки, допустим, деньги, реклама, прочие, где это требуется. Там просто в движке функционал записан уже в него, в самом. Он сам гарантирует, что один запрос от Амарина. А в первый раз реализуется, или у вас есть какая-то библиотечка? Вот это не могу сказать. У нас большинство движков не имеют в принципе транзакции больше, как один запрос. А код должен быть готов к тому, что вот, если он сломается, он должен, как я говорил, что он должен при повторном похожем запросе как-то корректно отработать. Проверить, не начиналась ли она раньше, но готового ничего нет. А типовой шард у вас есть? Или вот изначально там сделали 8 тысяч шардов, потом их тусуем по машинам? Ну, у нас постоянно дробятся, увеличиваются. А если, ну, нормально? Ну, то есть это вообще приходит в фоне для нас, то есть никаких. Там происходит ситуация, что вот есть у нас 8 тысяч шардов, мы хотим там 32-16 тысяч, да? Мы запускаем другие машины, которые являются как бы слейвами к тем мастерам, которые бывшие шарды, они выкачивают текущий бинлок и после этого, ну, уже передробят на две части. Есть некие прокси-дробящие. Потом эти слейвы, они находятся в режиме дочитывания бинлока от мастера. То есть все, что там происходит, он догоняет и потом переключается на нового мастера и все. Это ни отставание, ни потеря запросов, ничего. То есть есть некие еще прокси-дробящие? Ну, специальные движки, которые, да, то есть там пишется, что вот тебе придет connect оттуда, ты подроби его таким алгоритмом, то есть на наши есть более сложные запросы, чем нам, условно говоря, там есть какие-то подроби мне по третьему параметру после десерализации, ну, я просто начал говорить о сложной вещи. То есть это некие специализированные прокси, которые, да, умеют дробить входящий трафик. А кто говорит, на каком шарде данной находится? Это клиент держит? То есть это апречка где-то или он опять же идет с какой-то... Это на уровне прокси уже происходит. Там конфигурация, что вот этот кластер таким-то айдишником, у него такой-то алгоритм шардирования, он находится там-то, там столько-то узлов и все. А прокси-то универсальный или... Универсальный. То есть разные в итоге оказывается база, прокси одна, самодельная. Ну, один, по сути, процесс, ну, там их несколько, ну, для надежности, для отказа сочности. Ну, так один процесс, который имеет все варианты шардирования ко всем кластерам. У меня вопрос, вот, потому что все пластеризовано, в том числе и фронты, да? То есть есть там фронт, который саденту отвечает? Ну, да, да. Там один код на всех фронтах развернут, они просто... Ну, нет, есть исключения, собирается не весь. И получается вы как-то статически, значит, знаете, как надо разбить нагрузку по этим фронтам, то есть ленты столько-то... Ну, по кластерам фронтов это просто разные пишники, а внутри это раунд-робин. Ну, либо на уровне там сыск внешних они могут сами себе уже отдельно. То есть нет какого-то перераспределения, что, ну, получается там именно по какой-то причине... Ну, скажем, да, мы верим, что на запросы примерно ставят одну нагрузку, если речь об этом. На весь сайт, да? Вы знаете, на какой... А просто у нас все запросы отрабатывают за примерно там более-менее одно время, что этот проработал 2 миллисекунд, этот секунд, но такого нет нигде. Если там свои миллисекунды отрабатывают и все, как бы, ну... Понятно. И получается, это значит, что на странице как бы не смешано сильно функциональности сразу блоков, да? Там, я не знаю, сообщения вместе с лентой нигде не видны, такого не бывает? В смысле сообщения с лентой не видны? Ну, если, там, я не знаю, классно сообщение — это отдельное, отдельный фронт, и лента — это отдельный фронт, и это значит, что слепить вместе на одну страницу это не получится. Можно, почему? Не с какими запросами. Либо на стороне какого-то кода он сходит на внешний, заберет. То есть, либо JS формирует из разных мест, либо уже на стороне бэкэндов склейка идет, кусков. Тут уж как реализовано. У нас же есть эти чатики, фаст-чаты на любой странице? Ну, к примеру, там, нижнем правом углу. Я подумал, что речь идет именно о фронте, то есть конечном. Ну, обрабатывать запрос, да, но мы можем отправить к другому, там, хост-нейму, там, как угодно, по пути, который в начале пути. То есть, это можно обработать. То есть, нет технического ограничения, что мы не можем показать на одной странице функционал на другой странице. Нет. Это можно, конечно. А в чем будущее? Куда сейчас копать? Новый функционал. В плане движков или что? Важно, какие-то крутые технологии такие-то или еще что? Интересно? Куда все движется? Ты даже не знаю. Аудиотпечатки вот делали в этом году. Аудиотпечатки, движки появились. Что-то новое. Но, правда, они на горшке, не на си. у нас. Сейчас сообщинки переписываем. Не знаю. Это уже лично интимное такое все. Нейронки внедряй. Ну, это уже мало относится к движкам, да. Там, ло в основном. Все? Вот еще вопрос. Немного ты говорил про то, что от мой SQL уходили. Я так понял, что вообще сейчас революционные никакой базы данных не используются. Ну, у нас… кроме вот этих редких случаев, в смысле имеется в виду. Ну, у нас есть движок, называется MiaoDB. это некий свой, как бы, мускуль, который имеет, там, синтез, похожий на SQL. Но это редкий случай, он мало где используется. Это когда хочется именно уйти от мускуля проблемного к своему движку, но не хочется просто переписывать особо. чтобы… Ну, это очень исключение просто из правил, ну, мало где. В основном все движки это просто k-value с функционалом. Ну, типа редис, вот, наверное, решена для движков наших, это вот всякие редис и прочие движки, там, тарант, вот, не знаю, которые видненький набор команд, и все. Да? Можешь кратить, представлять, как у вас сообщения, что они обрабатываются можно через kphp? Сообщеньки? Да. Ну, все обрабатывается на kphp. То есть, в рон, который работает на кпп, он не получает, а рассылается через kphp, да? А рассылается через kphp? Ой, то у нас есть и кью, и лонг полоски, ну, я, наверное, не скажу точно. Ты сказал, что вы перепислили там, там движки переписываются сами. Там движки сами переписываются. Ну, хочется там редактирования, мультичата огромных размеров, ну, там всякие вещи, которые не хватает годами, как бы. То есть, после отправки, чтобы можно было редактировать, ну, и прочие вещи все эти. Текущий вариант не особо позволяет, поэтому. Это именно с точки зрения функционала переписывание движков, нежели это какое-то архитектурное изменение. Просто ограничение движков старых, которым уже много лет. Можно еще? Да. А как вы ошибки монетируете? Есть, у нас есть два варианта, это, собственно, либо на уровне кода есть статистика сбора. Ну, там, если код сам сходил в внешний движок, там, или какое-то хранилище не смог, он записал. Второй вариант, это на уровне уже сбора ошибок кап-хпшных, из файлов, инжинсов, и хабстримов, то есть, ну, есть свое решение, свои движки на уровне этих, типа, ну, логов, логов, которые, собственно, хранят эгрегированные статистики. Оно, например, произошло, как вы видите? Вы как это увидите? Оно появится в статистике, оно придет, там, сработает в отчдок и что-то как-то срегирует. То есть, будет сообщение, скрипт отработает в отчдок и будет на графике. То есть, вот, смотря, что оконит. Еще отличный вопрос. Вы давно говорили, что, значит, давно еще мы картинки не удаляем, потому что неретабельно мы... Не удаляем. Логических удаляем. Сейчас удаляете картинки? Не удаляем. А с тех пор не удаляете? Не удаляем. Я аж просто репортил где-то месяца, наверное, шесть назад ее так не получили. Кого? Кого? Пятисотка на сообщение. Могу передать именно автору, который занимается этим сообщением сейчас. Но полгода, конечно, многовато. Мне кажется, он забыл. Матитаск не извели, я даже забыл уже. А сейчас ведется какая-то унификация всего этого дела. То есть, если человек говорит, приходит и говорит, я хочу написать свою, значит, очередную уникальную заточенную базу данных. Вы ему говорите, что иди лесом, возьми одну из существующих. Ну, вообще, те, кто занимается этими движками, наша команда с хищников, они сами так говорят. А может, ты готовый возьмешь? Нет, но это дело. Но приходится, все равно появляются новые движки. Пишутся, да. Списк расширяется. Ну, и же просто все сложнее поддерживают? Да, ну, и нет. И команда их расширяется, и какой-то кодовая база улучшается. Общий функционал. Допустим, даже вот из отсюда некоторые движки уже, может быть, устаревшие. То есть, не совсем. Даже здесь есть вещи, которые уже переписывают на новые вещи. Не знаю, допустим, letters в первой колонке посередине, он скоро будет заменен на другой движок, скорее всего. То есть, даже до такой степени. Хотя он используется довольно... Сейчас все пуши работают на нем, допустим, наша, что ссылка. Вот на letters как раз. Мы заменим его на другой. Вот satx, это вот сборка статистики вот второй колонки. А, на самом деле вот task, это вот замена letters. Ну, То есть, есть постоянно какая-то эволюция, задачи меняются, нагрузка растет, какие-то движки писались в каком-то махровом году, пора бы их уже переписать. И не просто какой-то вопрос, какие-то баги там, неоптимально, они архитектурно не подходят, они под нагрузку текущую, и приходится их полностью переделывать заново с нуля, как бы, ну, практически. А, заменен, это значит, что вы все места в коде измените, которые в него... Ну, есть движки, которые на уровне запросов совместимы, бывает, ну, там, а некоторые, да, замена в коде. Все? Насколько масштабная вообще инфраструктура, сколько серверов? Насколько я помню, админ говорил, цифру, так что можно развучить, ну, примерно там 30-40 тысяч машин. Вот. Объем данных очень много. Очень много. Ну, как бы, машин там, не атомы с маленьким диском, но там куча дисков, терабайт, много терабайта, очень много. Там трафик такой безумное количество, файлов еще больше. А если у вас сейчас дата-цептора один отключится, жить будете? Смотря какой. У нас есть один наш любимый, глубокоуважаемый, а есть те, которые можно выключить. Никогда. Смотря что. Ну, вот по поводу решарлинга, вот, если опалится мастер, то что у нас произойдет? Ну, просто решарлинг остановится. Потому что опалился мастер, поэтому он ничего не может с разделением. у нас есть как бы запасной слой, в котором работает так же, копируется и бинлок поднимется, он как мастер. В этом плане. А если именно при решардинге, но решарлинга становится, мы будем работать на старом количестве этих шардов. остальные догонят, потом этот подчинят, он просто копируется, именно этот, не весь шардирование сломается, только с одного шарда, который сломался. Скорее, обутадминов, это не на уровне кода. Пока в проксе не переключили на новые два шарда, или n шардов, то мы не знаем, не в курсе, что поезда уходе шло. А если у меня есть состав кластеров, вот был слайдер из от 10 машин, взять, добавить еще парочку данные сами, туда разведетесь? Ну, это, собственно, просто перешардирование. Так что оно в фоне само перельется, такого нету, нет. Сомер делается, или должен копнуть? Ну, админы делают сами, то есть, да. Это не какой-то саммар, динамический кластер, нет. Просто нужно сохранить схему шардирования, и мы хотим хранить, этот ключ на той машине слишком неэффективно. Просто шардирование. Ну, функция какая-то. Все? Ну, то и я.